Девушки отдыхают По данным вашего осмотра, вы здоровы и к эксперименту допущены. Если в процессе эксперимента у вас возникнут жалобы, вам нужно будет обратиться к врачу. Завтракать Евгению некогда, пары уже начинаются. На обед он ест пиццу, ужинает в ресторане быстрого питания, пока без всякого дискомфорта. Второй и третий дни эксперимента также проходят незаметно. Капец он вкусный. Хотя к вечеру третьего дня Евгений все же почувствовал изменения. Он даже не смог доесть свой ужин. Очень нормальный вид. День пятый. Евгений считает, что все в порядке, но его близкие уже начали замечать изменения. Родители мне сказали, что я стал более агрессивным. Я этого не замечаю, но мама мне сегодня сделала замечание. На шестой день Женя признался, что ему стало тяжело заниматься спортом. И даже встать с постели теперь проблема. В общем, раньше я вставал нормально. И как бы вроде все с первого раза, все было отлично. Но после того, как начал питаться фастфудом, все изменилось кардинально. И даже сейчас я лежу, залипаю в телефон. Я никуда не хочу вставать. Мне очень это тяжело сделать. Мне как-то сложнее стало засыпать. Сложнее просыпаться. Я устал. Я устал есть эту однообразную еду. Вообще устал. Потому что картофель прият, а это вообще меня уже с нее тошнит. Я есть вообще не хочу. Завтра последний день. Господи, наконец-то завтра седьмой последний день. Да. Так, пиццу. Так, в тот раз брал. Не хочу. Ничего я тут не хочу. Ладно. Соус с сосиской в тесте. Ладно, возьму ее. Можем сосиску в тесте. Вы не представляете, какой я сегодня счастливый, потому что я больше это есть не буду. Наконец-то я просто очень счастлив. Последний день эксперимента. Кажется, Евгений воодушевлен и планирует первый день после недели фастфуда сделать разгрузочным. И не есть вообще ничего. А тем временем неправильное питание, кажется, начало сказываться на процессе мышления. В общем, на той неделе типа сидел на паре и писал тот же самый ход, ну, подобный. И как бы было все окей, но именно сегодня это было намного сложнее. И я вообще такой сидел, тупил, блин, это что за цифры, что за буквы, как это все, что делать. Вот, блин, ну это, конечно, сложно. Расстройство сна, усталость, вялость, раздражительность. Субъективные изменения, которые Евгений зарегистрировал к концу эксперимента. Нам осталось узнать, изменился ли вес и другие показатели здоровья Жени за эту неделю. Давление понижено 100 на 70. В прошлый раз было 120 на 75, по-моему, или на 70. То есть немножечко все-таки изменения есть в показателях. Вставайте, я вас посмотрю. На прошлой неделе ваш вес был 52 килограмма 100 граммов. Сейчас 52 килограмма 700 грамм. То есть за неделю плюс 600 грамм. Смотрите наши эксперименты в плейлисте NLP. А чтобы не пропустить новые выпуски, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Спасибо за просмотр.